Привет! В прошлом уроке мы немного затронули классы. Что в себе содержит класс? Свойства некой сущности в нашем примере собаки и действия, которые она может сделать. Но каким образом можно задать эти свойства? Вот тут и приходят на помощь переменные. То есть что такое переменная? Это некое свойство класса и значение этого свойства. Все то, что мы говорили о свойствах собаки, можно задать переменными. Свойства могут быть самыми разнообразными. Соответственно тому, какое свойство, переменные могут быть разных типов. Кличка собаки это строка, вес это число, причем не целое число. В программировании такие числа называют числами с плавящей запятой. А вот количество ушей, например, не может быть не целым числом. Их обычно два, но вдруг собаки в драке потеряют ухо, их будет уже одно. То есть количество ушей нужно задавать целым числом. Хвост у собаки может быть целое, может быть купирован. Наличие хвоста можно задать логической переменной, которая принимает два значения. Да, нет. То есть есть хвост, нет хвоста. Есть еще несколько других стандартных типов переменных, но пока ограничимся этими. Теперь посмотрим, как все эти переменные можно задать в скрипте. Создадим новый скрипт глаз, док. Который будет описывать любую собаку. Откроем созданный скрипт в редакторе. Свойства из соответствующей переменной принадлежат классу dog. Следовательно, добавлять их надо внутри этого класса. Как добавляются переменные? Сначала пишется тип переменной, затем его имя. Добавим переменную кличку собаки. Ее тип строка. То есть стринг по-английски. Пишем стринг и через пробел имя переменной. Вообще имя вы можете задать какое хотите. Только бы в нем не было специальных символов. Разрешается только знак подчеркивания, а также первый символ должен быть не цифрой. Однако советую сразу привыкать давать значимые имя на переменную. Например, имя переменной клички собаки может быть никнейм. То есть кличка по-английски. Обратите внимание, что название переменной я написал с маленькой буквы. Дело в том, что маленькие и большие буквы с C-шарп это разные символы. И имя никнейм с маленькой буквы это вовсе не то же самое, что имя никнейм с большой буквы. Почему я назвал имена с маленькой? Ну, это привычка. Все переменные называть с маленькой буквы. Чтобы было легче отличать от имен классов и других идентикаторов. Любая строка кода должна заканчиваться точкой с запятой. Не забывайте ее ставить. Мы видим, что Visual Studio сама добавила слово Privat в начале строки. В прошлом уроке мы говорили о модификаторах доступа. Классы не могут быть приватными, а вот переменные могут. И Visual Studio по умолчанию, если мы не укажем обратное, считает все переменные приватными. Что значит переменная приватная? Это значит, что увидеть ее и обратиться к ней можно только в этом вот классе, в котором она объявлена. Чтобы к переменной можно было обратиться извне, например, задать ее значение в инспекторе, переменную нужно сделать публичной. Посмотрим, изменилось ли что-либо в Unity от добавления этой переменной. Видим в инспекторе, что ничего не изменилось. Теперь сделаем переменную публичной. Сохраним изменения. Unity компилирует. После компиляции видим, что эта переменная появилась в инспекторе. Unity очень гибкий инструмент. И у нее есть способы показать в инспекторе и приватную переменную, и скрыть в инспекторе публичную. Мы это рассмотрим позже. Но это только в Unity и только в инспекторе. В вашей же программе можно обратиться извне класса только к публичной переменной. Ну вот, переменную мы объявили. Теперь ей нужно как-то присвоить значение. Вы, вероятно, уже догадались, что значение можно присвоить прямо в инспекторе. В данном случае скрипки собаки это, видимо, самый верный вариант. Набрасываем скрипт на кучу собак в сцене, и в инспекторе устанавливаем для каждой из них нужное имя. Но что делать, если нам нужно изменить переменную в скрипте? Например, если собаки нет изначально на сцене, и вы в игре даете ей имя. В C-Sharp для присвоения переменных есть стандартный оператор равно. В общем-то он используется практически во всех переменных программирования. Присвоим в редакторе переменной никнейм какое-нибудь значение. Например, Jack. Любую строку в скрипте можно задавать внутри двойных ковичек. После сохранения попытаемся по-новой набросить этот скрипт на объект в сцене. Для этого удалим старый и по-новой набросим скрипт. Видим, что переменная в инспекторе изначально принимает то значение, которое мы ей присвоили в скрипте. Ну, таким образом мы узнали, как задавать значение переменной по умолчанию. Чтобы изменить переменную в процессе самой игры, нам нужно еще много узнать. Добавим еще несколько переменных к нашему скрипту. Рост это переменная типа float с именем growth. Float это переменная, тип переменной, которая представляет собой числа с плавающей запятой. Количество ушей это переменная типа int с именем rsamba. У целых чисел тип int. Купирован ли хвост? Это переменная типа bool с именем istail. Логическая переменная, которая может принимать два значения, да или нет, имеет тип bool. Как видите, я постарался называть переменной так, чтобы можно было легко понять, что в них содержится. Growth это просто перевод на английский слово рост. Asnumber это почти перевод количества ушей. Istail перевод есть хвост. Советую поступать так же. Тогда вам самим потом будет проще разбираться в своем скрипте, и другим легче будет понять, что же он делает. В принципе, вы можете даже назвать переменные русскими буквами. Однако не советую так поступать, так как неизвестно, как в дальнейшем это будет работать. А вот английскими буквами будет работать всегда. Логическая переменная может принимать только два значения, да или нет. А есть ли какие-то ограничения на другие типы переменных? Ну, конечно есть. При создании переменной ей отводится какое-то место в памяти. В зависимости от того, какого типа переменной, отводится разное место. Например, для целых переменных типа int отводится четыре ячейки памяти. Туда может поместиться число от минус двух миллиардов с копейками до двух миллиардов с копейками. Если вам вдруг понадобится посчитать всех людей на Земле, вы не сможете этого сделать, используя переменную типа int. Вам нужно будет использовать другой тип переменной. Точно так же и другие типы переменных имеют ограничения. Флот, например, имеет ограничение по точности. То есть у него может быть только определенное число разрядов после запятой. Не знаю, как у вас. У меня после всего, что мы узнали, возник бы вопрос. Вот C-Sharp дает нам какие-то стандартные типы переменных. И это все? Как, например, нам задать переменную, в которой будет храниться вся информация о собаке? Неужели каждый раз нужно будет перечислять все ее свойства? И вот тут мы узнаем о еще одном аспекте класса. Определив любой класс, мы тем самым определяем свой собственный тип. Так как мы записали класс doc, мы теперь можем в любом месте нашей программы создать переменную типа doc. Внутри этой переменной будут храниться все свойства, которые есть у нас в нашем классе doc. И введем переменную типа doc, в котором хранятся сведения о маме нашей собаке. Вот, все, всего-то просто. Пишем имя типа нашего нового, наш класс, и имя переменной мата. Ну, как теперь получить эти сведения? В C-Sharp есть для этого специальный оператор точка. Чисто для примера, мы создадим новую переменную MotherName, которой присвоим имя нашей матери, нашего пца. Вот, видите, после точки, Visual Studio нам выведала все, что у нас есть в нашем классе doc. Да, в частности, есть и ник name, который мы определили выше. Все, вот таким простым способом можно добраться до любой переменной внутри нашего класса doc. В Unity определено очень много разнообразных классов, которые вы будете постоянно использовать в своих программах. Так как определение любого класса, это одновременно определение нового типа, вы теперь знаете, что вы можете создавать переменные любого типа, которые предоставляют Unity. Впечатление всех классов, которые предоставляют Unity, их описание, их способ их использования, можно найти на сайте Unity в разделе scripting.py. Вот их тут очень-очень много. Почаще заглядывайте сюда. Сверху есть поиск. Не стесняйтесь пользоваться им. Для примера мы создадим переменную класса color. Вот такую переменную. Делаем ее публичной, чтобы можно было ее увидеть в инспекторе. Назовем окрас. Сохраним и посмотрим, что изменилось в инспекторе. Unity компилирует. Вот видим, что появилась некая переменная окрас, цвет который мы можем выбрать. Мы уже много узнали в этом уроке. Хочу рассказать еще об одном. В дальнейшем мы часто будем использовать один класс, который нам предоставляет Unity. Дебаг. Он используется в основном для отладки. Мы его на первых порах будем использовать еще и для того, чтобы увидеть реакцию Unity. Он из специфичных классов, которые нам дает Unity. Для его использования нам не нужно создавать экземпляр этого класса. Для нас это сделает при необходимости Unity. Добавим его. Visual Studio показывает нам, что с ним можно сделать довольно много разных действий. О них вы можете подробнее прочитать на сайте Unity. А сейчас используем одно из них. Log. Это не переменная, а именно действия, которые нам предоставляет класс Дебаг. Действия в C-Sharp записываются функциями. Их мы будем изучать чуть позже. А сейчас нужно только знать, что после имени функции идут круглые скобки, в которых обычно надо предоставлять параметры, необходимые для этой функции. Функцию Log класса Дебаг нужно передать в строку. Выведем там имя собаки. Пишем, как обычно, в двойных кавычках строку. Мое имя. Теперь хорошо было бы вывести собственное имя, которое у нас переменная никнейм. Но если мы напишем имя переменной внутри кавычек, Unity посчитает это частью строки. И выведет нам просто именно это слово. Никнейм. Чтобы вывести содержимое переменной, нужно написать ее вне кавычек. Однако, просто написав после кавычек имя никнейм, мы поставим затруднительное приложение Unity, да и Visual Studio тоже. Что я делаю с двумя строками, той, что в кавычках, и той, что конец в переменной, она не понимает. Мы-то знаем, что их нужно просто вывести последовательно, но надо это как-то указать и Unity. Для этого используется оператор плюс. Он в данном случае указывает, что нужно объединить эти две строки, прежде чем передавать их в функцию log. Сохраним наши изменения и посмотрим, что будет в Unity. В Unity после компиляции ничего не изменилось. Конечно, у нас внизу висит какое-то предупреждение от Unity, но это не ошибка. Поэтому на него можно пока не обращать внимания. Чтобы видеть результат нашего добавления функции Debug, нужно запустить игру. Видим ошибку. Эта ошибка на первых порах вам встречаться будет наиболее часто. Поэтому сразу разберем, что в ней. Читаем. Ссылка на объект не установлена на экземпляр объекта. Щелкнем дважды по ошибке, чтобы увидеть в редакторе строку, где она. Видим, что она в строке, где мы создали переменную для примера, в которой имя матери нашего пса. Почему она возникла? Потому что мы ничего не присвоили переменной mother. Когда мы определяем переменную нестандартного типа, будь то это наш класс или класс, предоставляемый Unity, Unity выделяет для нее место и все. Никаких начальных данных по умолчанию она туда не записывает. Поэтому, когда мы обращаемся к этой переменной, Unity не может найти никаких данных в ней. Ей не присвоено значение. Как это исправить? В данном случае нужно создать экземпляр нашего класса doc, который присвоит переменной масса. Думаю, этим мы займемся уже в следующих уроках. А пока просто удалим строку с ошибкой. Небольшое отступление. Не привыкайте решать проблемы, просто удалим строки с ошибкой. В большинстве случаев тем самым вы просто добавите еще больше ошибок в ваш скрипт. Сохраним и проверим, запустив нашу игру. Ура! Мы видим, что в консоли вывелось то, что мы и хотели. Мое имя Jack. Урок получился достаточно большой. Сегодня мы узнали, как создать переменную в скрипте, какие типы бывают у переменных, как задать строку в скрипте, как присвоить переменные значения, как вывести значение переменной в консоль, как объединить две строки. Мы узнали, что создание класса – это одновременное создание своего типа, что можно создавать переменные своего типа и как обратиться к свойству класса. Узнали, что одна из распространенных ошибок начинающих – это отсутствие значений у переменной типа класса. В следующем уроке мы постараемся закрепить наши знания и узнаем некоторые функции, которые нам предоставляет Unity.